Московский Елисеевский гастроном, знаменитый. Построен был в 1901 году в Курсоне Григория Елисеева, в Кунин-Ногулу Бурской и Касицкого переулка. Красивый гастроном, наверное, не существует. Он был открыт в 1901 году в старинном здании. Причем первый и второй этажи были. Главный вход был гастроном Елисеевский. Когда было открытие этого гастронома, то на открытие в ходе приглашения знаменитейшие люди Москвы. Весь свет приезжали в экипажах, в том числе и губернатор Москвы Сергей Александрович Великий князь со своей супругой Елизаветой. Духовенство было и много знаменитых людей. Приглашения печатались на тисненной золотой бумаге. И все было очень красиво и достойно. А вот это Георгий Елисеев. Купец, который разбогател на розничной торговле продуктами. У него было много маленьких лавочек, производство было. Но разбогател он уже не сразу. Вот такой губный менеджер. Георгий Елисеев. Полюбуйтесь еще раз на эти прекрасные колонны, украшенные бурястрами. Стиль артного. Это стиль модерн. Он выполнен в стиле барокко. В общем, привязка к стилю барокко. Обидные украшения, символы многополучия, изобилия. Это и виноград, это и листья, и узоры всевозможные на зеркале. Это резьба. Вот такие прилавки, очень украшенные деревянной резьбой. Елисеев первый из всех предпринимателей, менеджеров, придумал выкладывать фрукты и продукты горкой, символизирующих изобилие. Именно Елисеев. Продавались здесь продукты высочайшего качества. Не допускались ни малейшие изъяны, пятнышки. Все это уничтожалось, но не выбрасывалось, а позволялось всем продавцам все это употреблять. Но здесь же, на рабочем месте. Самый роскошный магазин в мире. Винный зал гастронома Елисеевский в Москве. Вот такой потолок, богатый декорированный. Арт-деко. Это стиль модерн с люстрами того времени. Все отреставрировано в 2005 году. Установлены все украшения. И вот такая роспись в полке. Необыкновенная просто винотека. Мебель. Все тщательно обстановлены. Иszами Альбао. Повторюсь, как у нас у нас! Все печали и самое участие. Кофейный опьем и взбитель. Прекрасный русский напиток. В XIX веке он был воспет Делировским и многими писателями, в год и писателями Москвы. Он варится из многих трав, в том числе гвоздики. И вот здесь у нас на подносе выпечка самого, фирменная выпечка Елисеева.